Приветствую тебя в седьмом уроке видеокурса Анимация с нуля в программе Adobe Edge Animate В этом уроке мы будем создавать баннер для сайта Сейчас мы находимся на моем сайте И мне нужен был баннер по моему бесплатному видеокурсу Создай свою социальную сеть и заработай на ней деньги Этот баннер я уже сделал, он находится вот перед вами Сейчас мы его вместе разберем Вы посмотрите как я создавал этот баннер А потом я покажу как этот баннер разместить на сайт Под управлением Joomla 3 серии Так, я зашел в программу Adobe Edge Animate Сейчас перед нами готовый баннер Тут если посмотреть Тут достаточно много вот так вот всего Но по сути здесь как бы нет ничего сложного Давай начнем работать Итак, для начала вы должны сначала определиться Какой у вас вот здесь размер У каждого сайта индивидуальный размер блоков Я свой размер знаю У меня он, вот здесь вот видишь 230 на 400 Вот, файл Новый Изначально, когда вы откроете Stage у нас 550 на 400 Давайте выставляем 230 на 400 Обратите внимание, вот здесь вот есть вот такая лупа Можно вот так вот мышкой тянуть и уменьшать или увеличивать Далее я захожу в папку на компьютер Где у меня размещены картинки для этого баннера Также я подготовил их И первая у нас картинка Как вы можете видеть сзади, да Это человек Нажимает как бы на кнопку, да Я ее просто перетаскиваю Наш Adobe Muse Дальше я ее здесь подгоняю Сама картиночка у меня не 230 на 400 Поэтому я ее немножко вот так вот делаю Меня в принципе устраивает это Так, картинка у нас готова Дальше у нас идет вот такая вот планетка Я рекомендую Прежде чем вы будете создавать свой баннер Сначала на вашем холсте Разбросайте все элементы, где они должны быть Текст, элементы и так далее А потом уже начните это все анимировать И давайте перебросим планету И вот эти все элементы, да Нашу программу Пока уберем их в сторону Они у нас сейчас все выделены Так, ищем нашу планету Вот она Помещаем ее в центр Так, у нас расположение Человечков В принципе Это не важно Так, давайте сразу зададим размер Сами человечки были ужаты в самой программе Уменьшены, да С зажатым шифтом я вот так выделяю Опять зажимаю shift и тяну Так, стоп У нас еще не выделилась одна картинка, да Нажимаю отмена действия Так, уберем сюда Опять зажимаю shift Выделяю всех человечков Зажимаю еще раз shift Чтобы одновременно ужать размер Примерно до нужного Так Тут в принципе расположение Не особо важно Вот еще такой момент У этой программы Если вы с фотошопом мало знакомы Есть такие полезные направляющие Чтобы картинки, например, были на одном уровне Вот слева и справа Есть такие линейки Кликаем мышкой на линейку И тянем Видите, да? Можно вот так вытянуть Можно вытянуть вот так Ну, чтобы, например, выстроить наших человечков По одной линии Также можно вот так увеличить Дальше у нас идет мадам Дальше идет сюда Значит, женщина Так Ну, и также можно и здесь По направляющим выровнять Персонажей наших, да? Они, в принципе, одного размера Управляющие таким-то образом убираются Так, у нас не по центру Женщина Ну, вот более-менее Ровно, да? Так Так Убираем наши направляющие Пока они нам тут не нужны Дальше у нас идут Вот видите, вылетают линии, да? Давайте обнавим страницу Обратите внимание Вот от планеты вылетают такие как бы линии, да? Здесь это сделано посредствами самой Aging Animate Увеличим Берем обычный вот этот наш инструмент Rectangle Tool Или можно сразу У меня Когда я себе делал баннер Я взял Rectangle Tool Но я там сделал скругленные края У этих палочек Их тут, конечно, не видно Вот Но вот рядом есть инструмент Он сразу делал скругленные края Определяемся Какой будет у нас размер Наверное, оставим вот такой длины Цвет Выделяем цвет у нас белый Включаем рамку Рамка у нас голубая, да? И вот смотрите У нас их сколько получается? Раз, два, три, четыре Пять, шесть, семь, восемь Восемь штук Значит, зажимаем нашу палочку Зажимаем клавишу Alt И оттягиваем Нам нужно восемь палочек Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Далее Будем сейчас их размещать на баннере, да? Значит Вешаем здесь Где-то Они у нас получились достаточно длинные Давайте вот так вот все выделим И немножечко, наверное, ужмем их Так? Вот, примерно так Transform Tool Беру инструмент Мы с вами уже проходили Поворачиваю Так пойдет Поворачиваю Здесь, конечно, можете вот прямо вот Ровно выстраивать, да? Они быстро пролетают Здесь вот можно на глаз даже оставить Дальше Примерно, наверное, вот отсюда Пойдет Так, смотрите Вот здесь надо так Покрутить палочку Чтобы низ ее не двигался Если я сейчас начну крутить То она крутится снизу Потому что у нас центр в середине Вот здесь такая маленькая точечка Тянем мышкой ее на низ А теперь вот крутится она как надо, да? Так, еще немножко вниз И немножко убавим Она у нас длинная получилась Берем еще одну Также где-то здесь размещаем Чтобы низ палочки был На кончике другой палочки, да? Опускаем центр Поворачиваем И Убавляем Вот таким вот примерно образом Палочки сейчас накладываются на изображение Мы потом их Вот здесь вот перенесем вниз Я покажу как Пока их просто набросаем Теперь нижняя часть То же самое делаем Значит, берем Сразу набросаем их тут Так Примерно выстроим их тут На одной линии Примерно так Дальше В принципе, можно и так двигать Кому как удобно Главный результат Вот один точек получается Ну, в общем, вот таким вот образом Можно, конечно, здесь Сидеть, ровнять их Прямо вот, чтобы идеальные Тут были такие Ромбики Но здесь не критично Потому что палочки вылетают Быстро взлетают Они мерно Вот смотрите Вот здесь видите Как пум-пум-пум-пум Тут не критично, да? Вот, поэтому Оставляю я так И теперь давайте Их разместим Как бы на задний план Чтобы они были За Планеты И за Человечками Мы, когда создавали Элементы Они должны были У вас создаться Вот здесь вот Смотрим У нас 8 штук Значит, кликаем по одной И на последнюю Восьмую С зажатым Шифтом Я кликаю Обратите внимание Я выделил Только их Вот И нам нужно Их перенести На самый низ То есть Прямо здесь Я выделил И мышкой Просто вот так Тяну их вниз Но не в самый низ Чтобы они у нас Не оказались За картинкой За общим фоном Да? То есть Где-то, наверное, вот здесь Видно, да? Теперь они Как бы скрыты Вот таким вот образом На этом Первая часть Урока По созданию баннера Закончена Жду вас В следующем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok